Современная игровая индустрия изобилует продвинутыми графическими решениями, особенно в ААА сегменте. И на первый взгляд невозможно не согласиться с данным утверждением, ведь действительно, чего нам тут с горкой только не отсыпают. И лучи лучистые, тени тенистые, шейдеры шейдеристые, DLSS с прочими ништяками, и все это на богоподобном мастерписовском движке Unreal Engine 5. Всех названий этих технологий и решений не упомнить. И сути не понять, без специально обученного толмача, который с легкостью объяснит тебе их смысл и назначение. Скажу честно, мне по-прежнему нихрена не понятно. Какие-то ручи с телофроксами, многоядровый процесс с гигагерцами на турбобустерах, с бигдатами и прочими NFT токенами под обильно залитым соусом из нейросетей. Эй, как непросто это все. Скажите пожалуйста, а где результат? Где хоть одна игра, в которой обычный и несведущий гомерок, как я, сможет лицезреть все это чудо чудное, без микроскопа? Что, черт возьми, вообще происходит? Зеленые выпустили уже третье поколение своих видимо карт с технологией RTX. Третье поколение, блин, третье. Где хоть одна игра AAA сегмента, в которой данная технология включена по умолчанию. И все это добро работает корректно при стабильных 60 фапосах. Где? Получается парадоксальная картина. Ручьи есть, но их нет. Игроки отключают ручьи, потому что работа данной технологии негативно отражается на производительности. Ручьи нахрен не нужны. Но за топовое лучезарное решение будь добро стегнуть 1200 единиц нефти, а может даже уже и больше. Я не слежу за этим, устал. Раньше топовые карты сколько стоили? 400? 600 баксов? Ну давайте сравним. То есть получается разница в цене есть, а ручей что там, что там нет. Вот и вся магия или не магия. И это касается всего в современной индустрии. Что игр, что железо. Производители и разработчики наперебой кричат, показывают картинки, видео, графики на своих богатых презентациях, обещая чуть ли не революцию в данной сфере. Вы только предзаказики делаете. Ага. В конечном итоге у игрока заунылый звук тромбона с кислыми щами. А с другой стороны баррикад – непрекращающийся пулеметный звон кассовых аппаратов. Грустно, комарады? Грустно. В пример хочу привести последнюю игру из AAA-сегмента, в которую я играл на релизе. Куберпункт 2069 от польской студии Вимдякоделов Пирожкет. Сколько было обещаний. Маркетинговая кампания – мое почтение. Гомерки буквально мучились в том нам ожидании, что даже кющить не могли. Но только не я, не-е-е-е-е. У меня когда-то в прошлом был свой Куберпункт под названием Ждалкер, после которого я разучился верить в обещания Triple Life, чего, кстати, и вам советую. Да, Куберпункт – крепкий шутерок в открытом мире, но не более. Игра меня не впечатлила. Не было никакого вау-эффекта. Про баги, глюки и прочие продукты плохой оптимизации я умолчу. Это бич современной игровой индустрии и отдельная тема для разговора. Признаюсь, играл я не на самой топовой современной видеокарте на тот момент, а на довольно устаревшей, но не бесполезной 1080 Ti. – Вот тут ты попався, скажете вы мне. Играл на старье в суперпуперги, першмей, перфли, пертреперкуки, кликеры, игру, и я ожидал увидеть красотищу. Радуйся, что она вообще запустилась. Иди лечись, дядя. На это я отвечу. Во-первых, лечиться мне уже поздно. А во-вторых, давайте сравним это вот с этим, вот с этим, вот с этим и вот с этим. Кстати, в GTA 5 мне удалось словить вау-эффект, несмотря на серьезно устаревшую видимо карту 460 SE от Nvidia в далеком 2014, а может быть даже и в 2015 году. Современная AAA индустрия по факту не предлагает ничего, кроме бяков, клюков, неоптимизированного кода, гигантского веса файлов, занимающих большие объемы свободного места на носителях вашего ПК, различных ланчеров, неэффективного использования мощностей центрального процессора, графического процессора, оперативной памяти, наличие микротранзакций, лутбоксов, всевозможных подписок, разделение цельной игры на DLC для их последующей продажи, препятствию второму пришествию Иисуса Христа, является причина раннего старения, выпадению волос, зубов и прочих прелестей, гарантированного перелета на татуина третьей космической скорости и бесконечных обещаний, чтобы все обязательно исправить в следующем патче. Ах, раунд. А вот чего нам высокобюджетная индустрия точно не предлагала за последние десятилетия, так это увлекательный гомиплай. Что? Вы не знаете, что такое гомиплай? Неудивительно. Трипалай тоже не знают. Дорогие гомерки. А ведь это самое вкусное и ценное в играх. Это то, за что мы их так любим. Объяснять не буду. Вы должны это сами прочувствовать. Либо поиграйте в игры двухтысячных годов. В них гомиплай часто встречается. Либо бегите за Nintendo Switch. А еще лучше, за 3DS. Японцы держат марку. Нинка хоть и жадная, но на гомиплай щедрая. Нинтендо. Сенденште курета Тойота Карора. Ни канца. Все вышеперечисленное не являлось для меня тайной и ранее. Все эти проблемы лежат на поверхности. Никто такого положения дел и не скрывает. Тенденция развития событий настолько абсурдна и ужасна, сама по себе. Что невольно задаешься вопросом. Где и когда геймдев свернул не туда? Не сворачивал ли? Ведь понятно, что эта проблема не сегодня появилась на свет. Что это результат совершаемых действий и предпринимаемых шагов на протяжении десятилетия. А может даже и десятилетий. И далеко не факт, что то, что сейчас происходит, является следствием целенаправленных усилий какого-нибудь коллективного сумрачного гения, что стоит в тени и с ехидной ухмылкой на лице потирает свои мерзкие ручонки. Скорее всего, это просто совокупность различных факторов привела к такому итогу. Знаете, жизнь забавно устроена. Порой она может захлопнуть дверь на пути вашего следования к заветной цели прямо перед вашим носом. Но при этом она всегда открывает другие двери, ранее невидимые для ваших глаз. Так уж вышло, что пару лет назад у меня не стало видимо карты. Печальное событие. Удручающе. Особенно для человека, который буквально с пеленок испытывает жгучий интерес ко всему, что хоть как-то связано с видеоиграми. Я был невольно переклассифицирован в бездействующего наблюдателя. Был вышвырнут за борт современных игровых тенденций и до сих пор там пребываю. Дефицит чипов, пандемия, майнинговый бум и жадность Хуанита Зеленого окончательно зацементировали мой новоприобретенный статус. Но благодаря этому, на первый взгляд, трагичному событию, лично для меня, я перестал быть участником. Мои обращения к условному гулю-гулю с запросами «Чё там у Трипалаев?» стали носить редкий характер и вскоре практически сошли на нет. Но зато я всё чаще стал пробавляться старыми играми, а также теми, которые потянет моя встройка. Именно этот шаг обнажил печальное положение дел современных Трипалаев. За пару лет, прошедших в таких условиях, я с удивлением и нескрываемым восторгом, заново открыл для себя игровую индустрию и переоткрыл известную и простую для каждого гомерка истину. Гоммиплай понад усе. Гоммиплай превыше всего. Слышите, Трипалаев? Даю вам бесплатный совет и заодно открываю секрет успешного успеха. Сначала создаете гоммиплай, затем рисуете графон. Если сделаете наоборот, то для гоммиплая места не останется и на выходе у вас получится Крузис или Вимдяг 3. Красивый и невероятно детализированный мир с пустым и скучным содержанием. Невозможно играть. Не осилил. В отличии, кстати, от первого. Первый Вимдяг мне понравился. На самом деле, за это время я успел поиграть в небольшое количество игр. Причина банальна. Нехватка времени. Ибо некоторые проекты увлекли меня на недели, некоторые на месяцы, а в некоторые я шпилю до сих пор. Но, повторюсь, я играл не только в старые игры, но и в современные, которые вывозит моя встройка. Поэтому отставить выкрики «Раньше было лучше» – это отдельная и довольно противоречивая тема для разговора. Но да, «Раньше было лучше». Знаете, мои худшие опасения не подтвердились. Я боялся, что пропущу целую вереницу крутых триполай игр. Это отставание я не смогу наверстать. И в моей игровой биографии образуется огромная такая черная дыра. Грангантюа. Или как ее там. Но, по ходу дела, серьезная Грангантюа образовалась у триполаев. Игорь-то в этом периоде времени особо и не было. А те, что были, считайте, что их и не было. Возможно, это связано не только с кризисом идей у большинства студий. Возможно, причиной застоя и стагнации индустрии является та же самая совокупность факапов, вышвыривающих за борт, случившихся практически одновременно по историческим меркам. Тут и майнинговый бум, и экономический кризис, и пандемия, и чипы эти с дейлами, и совет акционеров в каждой крупной студии, и развитие мобильного гамминга, чертовы донатные помойки, и боржа зеленая, перекрывшая своей тушкой целый канал, наверняка тоже как-то с этим связано. К чему я тут распинаюсь в своем хаотичном повествовании? Как так получается, что триполаи не могут выдать не то, что годный гомиплай, но даже хорошо оптимизированный графон, со всеми актуальными технологическими свистелкоперделками, работающими корректно прямо из коробки, без танцев с бубнами и бубнов с танцами, для них является непосильной задачей. Единственное, что у триполаев получается на отличненько, со всевозможными плюсами, так это, к сожалению для нас, маркетинговые направления. Вот тут сразу видно, спецы мощные, денег на них не жалеют, мастера обещают несбыточное, виртуозы по перекрашиванию коричневого в яркое, цветное и блестящее, а откровенно дурно пахнущие, выдают за элитный аромат швейцарского сыру, такого же дырявого, как и все их проекты, и успешно разводят нашего брата гомерка на предзаказы. Ребята, не ведитесь, помните, реклама правая рука обмана, зарелизилась игра, попырили у триммеров, годнота можно брать, шляпа в пень. Также существует на некоторых площадках функция бишкека, она позволяет гомеркам вернуть честно нажитые непосильным трудом свои кровные взад, но только при условии, что гомерок вляпался в гадость не более чем на 2-3 часа, в противном случае последует отказ. Опытный Трипалай жаден, коварен и хитер, бишкеком его не напугать. Он ловко обходит этот механизм путем создания иллюзии, что его продукт это конфетка, а не продукт переработки. Срок действия иллюзии длится те самые 2-3 часа. Будьте бдительны комарады. Трипалай давно оставил мораль за дверью. Но не все полимеры еще потеряны. Осталась последняя надежда. Небольшие студии и инди-проекты, они оби-ван нашего времени, что спасет нас от гнета Трипалайного. Так это что получается? Трипалай – ситхи? Инди-разработчики – джедаи? А из гомерков чувствительных коду производится пополнение рядов, что первых, что вторых. Йоду мне в жены, так вот с чего все почалось. Тем не менее, наши доблестные джедаи ведут ожесточенную борьбу и их отчаянное сопротивление дает результаты. Что не год, то обязательно выстреливает какая-нибудь индюшка за 3 копейки и срывает весь куш. Примеры – лупный герой и вампирный выживатель. Конечно, справедливости ради стоит отметить, инди-проектов великое множество, берут массой. Хоть один – да выстрелит. Условно говоря, срабатывает эффект дроби. У небольших инди-студий нет многомиллионных бюджетов. Личный состав в численном выражении весьма скромен и порой может состоять всего из одного джедая. Передаю пламенный гомеровский привет мастеру Эрику Барону, сотворившего троллевали в одиночку. Ни о каких талантливых художниках и матерых 3D-дизайнерах не может быть и речи. Соответственно, по этой причине крутой графон отпадает автоматически. На них тупо нет денег. И в таких условиях единственное, на что можно и нужно делать упор, так это на его величество гомиплай. Риторическое повторение. Не на графику, не на ручи трассировочные, а на гомиплай мазафака. В заключительной части хочу сказать. Трипалаи, идите в пень. Я начинаю сезон охоты на гомиплай на встроенной графике интер-ухт с каким-то там числовым обозначением. О результатах своей охоты я буду докладывать вам, мои уважаемые соратники гомерке, в меру своих способностей, разумеется. Частого контента не обещаю. У меня лапки. Наговорюсь сразу. Гамесы могут быть старыми, очень старыми и даже в прошлом триполаями. На этом все. И помните, скупой платит дважды, дурак трижды, а умный сам дурак. Да прибудет с вами кодик. Вот и он. Просто критпум. Пысы. Я не являюсь журналистом, писателем, экспертом. Я даже не знаю, что такое террафлокс. Я рядовой гомерок, шпилищий в гамесы. Я чудовищно субъективен, противоречив, невероятно предвзят. Обладаю феноменальной способностью смотреть на вещи неправильно. И делать кривые выводы. Адепты, любители, почитатели верхнего интернета. Держите свои попки в прохладе. И не трогайте персики голыми руками. Всем чмоки в этом чатике. Муа!